Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу Богу Спасителю! Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, всех вас приветствую и благоставляю именем Иисуса Христа. Как православный обновленческий священнослужитель, я хотел бы в этом видеообращении поприветствовать всех вас именем Иисуса Христа, потому что ни в ком он у меня нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Только в Иисусе Христе есть наше спасение, он есть наша жизнь, он есть путь, он есть истина. Слава Иисусу Христу! Дорогие мои братья и сестры, дорогие возлюбленные телезрители, я хочу сказать, что сегодня 5 января по еврейскому библейскому календарю 10-е Тибета в традиционном иудаизме ортодоксальном пост совершается в знак скорби, как сказано, охвативший Израиль после разрушения храма в память о мучениях, перенесенных его сынами в изгнание. И, в общем-то, пост 10-е Тибета – это пост именно скорби по разрушенному храму. Дорогие мои братья и сестры, я скажу, что сегодня народ, многие в народе еврейском скорбят по поводу разрушенного храма, но я хотел бы скорбящим сегодня дать радостную весть, сказать, радость пришла, следующее, через Слово Божье, через послание апостола Павла к нам, что храм, на самом-то деле, он существует. Сейчас храм есть, храм духовный, храм святой, который ни один римлянин, никто из врагов не сможет никогда разрушить. Храм не на горе Сиони, не там в Иерусалиме, а храм особый, храм духовный, храм, который есть тело Мессии, тело Иисуса Христа, церковь Бога Живого, который есть столб и утверждение истины. И написано апостолом Павлом в послании Коринфской церкви следующее. Первое послание в Коринф, 3 глава, 16 стих. Он пишет, «Разве не знаете, что вы, верующие, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Апостол Павел пишет, что «Вы, верующие, есть храм Божий, вы, христиане, есть храм Божий, вы, мессианские евреи, есть храм Божий. Евреи, неевреи, неважно какой-то национальности, неважно какой-то культуры, если ты принял Иисуса Христа своим Господом Богом и Спасителем, то ты как живой камень, если ты возрожден от Бога свыше, то ты как живой камень в этой стройке тысячелетий. Уже два тысячелетия продолжается эта грандиозная стройка. И основанием этого великого строительства является сам Господь Иисус Христос. Сам Иисус является и завершением этого великого храма святого в Господе. Он есть купол как бы этого великого храма. Он есть глава, написанная церкви, Христос, слава Иисусу. И по поводу основания этого великого сооружения, в том же послании апостола Павла, в первом послании в Коринф, в третьей главе, в той же самой, мы можем прочесть в 11 стихе следующее утверждение, что ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Дорогие друзья мои, братья и сестры, основание одно – Иисус Христос. И сегодня те, кто скорбит по поводу разрушения того храма каменного в этом посту 10-го тевета, я думаю, что пришло время, наконец-то, вам узнать правду. Пришло тем скорбящим по поводу разрушения храма узнать великую правду, что Мессия пришел, Машиах пришел, Хамашиах он сказал, Иешуа, Иисус Христос сказал следующее, что храм будет разрушен. Он пророчествовал об этом, хотя многие в это не верили, некоторые верили, некоторые не верили люди, священнослужители, вся тогдашняя религиозно-мафиозная структура фактически игнорировала предсказания Мессии. Апостолы Иисуса Христа с ужасом слушали эти пророчества, и, в общем-то, когда пришло время разрушения храма, а это произошло через 40 лет после произнесения этих страшных пророчеств, то на самом деле все увидели люди, и верующие, и неверующие, евреи, греки, римляне, люди разных национальностей увидели, что Иисус Христос, Иешуах Амашиах, Мессия был прав, что Он сказал, и это исполнилось. И действительно, Иисус пророчествовал о том, Он сказал о том, что храм будет разрушен, и что камня на камне не останется от того каменного храма. Перед тем Он говорил одной женщине-самарянке, не еврейке, а самарянке, Он открыл удивительную тайну Бога поклонения. Это написано в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если вам интересно будет прочесть внимательно об этом, то откройте, пожалуйста, 4 главу Евангелия от Иоанна и прочтите о том, что Бог есть в духах, написано в 24-25 стихе, и поклоняющиеся Ему поклоняются в духе и в истине. И таких поклонников Отец себе ищет, написано в Евангелии от Иоанна. Иисус Христос сказал самарянской женщине, что таких именно поклонников Отец себе ищет. И Он сказал с этой самарянке, что, поверь мне, не в Иерусалиме, говорит, и не на горе сей, но на всяком месте будете поклоняться Отцу в духе и в истине. И так и произошло. Сегодня не в Иерусалиме и не на горе какой-либо, не только на каком-то конкретном месте, где-то в Африке или в Америке, или в Европе, или в Азии. Нет. Сегодня на всяком месте поклонники поклоняются истинные в духе и в истине Богу Святому, Отцу Небесному. И мы говорим, повторяя за Мессией, мы говорим, Отец наш Небесный, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. И мы молимся на всяком месте, поклоняясь Богу, и в России, и в Украине, и в Белоруссии, и в других странах бывшего безбожного Советского Союза, и по всему лицу земли мы молимся, поклоняемся Отцу Небесному. Слава Богу! И всех призываю, евреев, неевреев, присоединиться к этой стройке тысячелетий и вместе прославить Господа Иисуса Христа, как живые камни в этом святом храме Господнем. Кстати, господа, дамы и господа, братья и сестры, дорогие телезрители, Иисус Христос, пророчествуя о разрушении храма, Он сказал правду. И Сам Бог с неба подтвердил это. Отец Небесный, Он подтвердил чудом великим правдивость этих слов Сына Своего, Господа нашего и Спасителя Иисуса. Как это все произошло? Написано в Евангелиях, что когда Иисус умер на кресте Голговском, то завеса в храме разорвалась сверху донизу. Она разорвалась божественным вмешательством. И после того в храме Божьем, там в Иерусалиме, в храме святом происходили очень страшные знамения. В Талмуде, в книге традиционного отступнического талмудического иудаизма, в книге, никак не заинтересованной в распространении христианства, и в проповеди Евангелия содержатся косвенные, десятки косвенных подтверждений правдивости личности Иисуса как Христа, и Евангелия Иисуса Христа как истинного Слова Божьего. И мессианские раввины насчитывают десятки таких сверху. Самые потрясающие из них содержатся в разделе Йома, в том же самом разделе Талмуда, где говорится о празднестве Йом-Кипур. И говорится, что в последних 40 лет жертва в храме Божьем, там в Иерусалиме, никогда не принималась Всевогущим Богом. Прежде принималась, но последних 40 лет не принималась. Даже говорится, что примерно так я процитирую, что на протяжении 40 лет при некоем Шимоне Цадике каждый год принималась жертва Всевышним Богом. Потом было 40 лет неопределенности. Временами да, временами нет. Но написано, что последних 40 лет никогда не принималась эта жертва Всемогущим Богом на Йом-Кипур. Жертва всех жертв, приношение всех приношений. То есть Бог показывал, что грехи не прощены, не сняты. Почему? Потому что кровь Иисуса Христа, непорочного чистого Агнца, омывает нас от всякого греха. Еврей ты, кошерный или язычник, ничего не знающий. Если ты принимаешь Иисуса Христа и принимаешь Божью любовь, жертву Иисуса, как за тебя принесенную, совершенную, и с верой провозглашаешь имя Иисуса Христа, как своего личного Господа, Бога, Спасителя и Избавителя, то совершается великое чудо спасения. Встреча с воскресшим Христом, она преобразует жизнь верующего, и мы становимся живыми камнями в этой стройке тысячелетий, как я уже говорил выше. И, дорогие друзья, возлюбленные братья и сестры, скажу, что храм Божий святой, он существует и сейчас, и его нельзя увидеть. Знаете ли, как говорили на Руси Нил Сорский, Васям Патрикеев и другие нестяжатели в далеком 15-м столетии, говорили, что храм не из бревен, а храм из ребер. На самом деле, живой человек сегодня является храмом Бога Всевышнего, и жертвы совершаются в этом храме духовные. Мы не убиваем животных, как прежде священники еврейские совершали это по указанию Божьему. Почему мы не убиваем животных? Потому что агнец Божий, совершенная жертва была принесена в храме Божьем, и сегодня мы призываем имя Иисуса Христа и просим Божьего прощения и милости, и небо открыто. Потому как ни в ком ином нет спасения, только Иисус Христос. И сам Господь Иисус сказал, что Я есть путь истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только лишь через Меня. И сегодня, спустя два тысячелетия, по-прежнему только лишь через Иисуса Христа мы можем подойти смело с дерзновением к престолу благодати Небесного Отца, совершая духовные приношения, совершая духовные эти молитвы. И христианство это не религия, христианство это не свод правил и предписаний, христианство это не традиция, христианство это живая вера в живого Бога, это живые взаимоотношения с живым Богом Святым, Отцом Небесным. Это дети, обращающиеся к Великому Отцу Небесному. И Бог наш, Он есть любовь. Он не хочет смерти грешника, Он протягивает сегодня руку всем нам. И сегодня, как проповедник, как священнослужитель, как архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви, как христианин, я говорю об этой великой жертве с благодарностью Богу и призываю, покайтесь, люди добрые, покайтесь, пока есть время. Примите жертву Иисуса Христа, принесенную на Голговском кресте, как за вас принесенную лично, потому как Христос умер за всех нас, и за тебя, и за меня. И Он воскрес для оправдания нашего. Слава Иисусу Христу! Пусть Господь Бог благословит каждого из вас, дорогие друзья. И хочу еще раз утешить тех, кто постился постом 10-го теорета, сегодня 5-го января. Дорогие друзья, не скорбите. Храм тот разрушен, но не о камнях вы плачьте. Нет, плачьте о своих грехах. И примите жертву Иисуса Христа, жертву Мессии, жертву Иешуа. И будьте счастливы. Слава Иисусу Христу! Пусть Господь Бог благословит вас, возлюбленные, братья и сестры. Я благословляю вас стихами благословения Ааронова, благословения Божьего, данного Библина. Благословляю вас на еврейском и на русском языках. Я благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призвит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилуй тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа гамашиах, Иешуа машехейнум. Во имя Иисуса Христа Мессии. Слава Иисусу Христу! И запомните, что Иисус Господь. Аминь.